152-й калибр. Против немецкого автопрома на перекрестке улиц Осипова и Успенской водитель Мерседес пытался проскочить перед военным кразом. Но, увы, легковушка оказалась практически под колесами военного тягача, который буксировал гаубицу. Гиацинт Б. Благо, удар смягчила отличная реакция военного и ущерб Мерседесу оказался минимальным. Вероятнее всего, единица тяжелой артиллерии калибра 152 мм следовала через город на полигон. На днях в Украине стартуют стратегические командно-штабные учения. Объединенные усилия, участие в них примут 12 тысяч военных, в том числе из США и Великобритании. Маневры пройдут на полигонах по всей стране. За последние сутки было зафиксировано 307 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них 87 одесситов от 220 жителей области. Это новый антирекорд. Прошлый зафиксировали 10 сентября. 283 случая за сутки. По данным городской инфекционной больницы, на стационарном лечении находится 182 пациента, 41 из которых в тяжелом состоянии. Без летальных случаев не обошлось. От осложнений умерло трое жителей области. Отметим, что этой ночью возле городской больницы номер три образовалась очередь из карет скорой помощи. Очевидцы уверяют, что такой поток машин может быть связан с направлением пациентов с подозрением на COVID-19. Такая очередь была и днем.